всем уже сколько прошло почти две с половиной недели как я на проекте было тяжело так вопрос как лиза лиза прекрасно только что пошла микрофона относить выздоровела все хорошо вот все нормально по части конфликта с лёшей который бы происходил у нас с ним мировая нормально все все хорошо лёша сейчас в паре с татьяной поэтому все гуд вот лиза призналась мне в любви уже четыре раза четыре раза темновато так я сейчас уберу фильтры я без фильтров красавица пауч вот лиза призналась не любви мы постоянно проводим время вместе все хорошо все прекрасно у нас вот всем 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 привет всем 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 привет 4 числа у лиза будет день рождения будет крутое событие здесь будет классно вот праздновать будем здесь же на поляне почему она потому что это самый лучший человек моей жизни она она прекрасна она хорошая она умная она добрая спасибо спасибо что толкнула пойти на проект меня подтолкнула выйти на проект то что я не знаю после нового года вообще я должен 21 числа бы улетать в африку от вагнера также вот но там посещение с течением обстоятельств ничего не получилось я праздновал новый год с мамой сестрой и после нового года что-то у меня прилетела мысль и мне мне как-то захотелось что-то там давно мне предлагали типа пойдете на дом 2 писали мне я летом что-то как-то думаю да нахер она мне надо и тому подобное а тут после нового года у меня пришла эта мысль типа а может пойти все таки и я написал человеку который мне писал и собственно все я здесь на проекте пришел на проект увидел как элина себя ведет то что я пришел она знала то что я иду к ней собственно она там начала садиться к лёше на руки что-то как-то пытаться подстегнуть меня где-то что-то на кого-то кричать мне это стало неинтересно привет привет всем вот и я чё-то смотрю 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 и поймал взгляд лизы мы смотрели друг другу в глаза но на протяжении наверное секунд 15 и в этот момент я такой а я решительный человек то есть если я что-то у меня мысли какая-то в голову приходят я это делаю я говорю лиз пойдем поговорим познакомимся о станя здорово братишка зашел контакты моих друзей да не вопрос заходите в телегу пишите good нижнее подчеркивание дема и собственно я вам скину контакты своих друзей у меня их много вон кстати саня зашел тоже хороший пацан можете присмотреться к нему и собственно вот да 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 собственно я вот поговорил с лизой тогда и и у меня что-то ёкнуло просто вот прям реально что-то оп и щелчок такой всем привет всем привет и после этого после этого я реально задумался не к бывшая участница она мне писала да мы что-то как-то общались на она хотела там к саймону она писала да но собственно я не знаю саймон он как бы не особо хочет чтобы наверно приходила я не могу точно сказать вот по части тут чувак пишет по и планируешь еще на свой нет мне одного раза в жизни этого хватило это мой определенный опыт я пролил свою кровь на и своего ну как бы отдал всего себя потом восстанавливался психологически еще полгода и поэтому нет не планирую тебя с психикой после пребывания там все хорошо да все прекрасно я психологически здоров я спокоен все про все нормально вот я стена но все-таки после своего пришлось полгодика восстанавливаться где-то потому что было посттравматическое расстройство и пришлось выходить из этого состояния это было очень тяжело нет кстати меня меня очень сложно взять психологически как бы я только здесь уставал а чтобы меня что-то как-то пробить это очень сложно вообще норм девочка не к ну помыть немножко пообщались хорошая девчонка все что я могу сказать меня точно не вернут у меня есть ксива ветеран боевых действий вот собственно что могу сказать я в армии не служил я не был в армии я сразу же пошел в частную военную компанию добровольцем сам то есть я без армии частной военной компании вагнер меня месяц обучали обучали на снайпер и все дальше я не могу ничего говорить пять месяцев я был там вот круто ребята вы прям заходите общаетесь общительные да я сам пошел почему я туда пошел а здесь на проекте если честно каждый сам за себя вот здесь на проекте каждый сам за себя и здесь нет такого что кто-то за кого-то ну если ты хорошо со всеми общаешься в определенный момент могут тебя даже тут короче надо быть на готове то есть не верить всем и всему быть как-то на готове что по поводу фотографии лизы и лишь но я думаю лиза сама решит удалять эти фотографии не удалять я не абьюзер как бы и я не не ревнив я знаю что она сейчас со мной что у нас все хорошо и тому подобное вот поэтому у меня нет такого вот во всех паблику пишут что ника бывшая участница придет на проект нам ее ждать не в курсе я не знаю честно не знаю может быть придет может быть не придет вот вчера пришли двое пацанов сегодня один пацан уже ушел по части ники я ничего не могу сказать нужны люди здесь которые в целом могут существовать в коллективе быть такими же твердыми спокойными как я то есть без драк без всего прочего это сила духа почему так быстро ушел куда ушел не знаю я ранение получил и все и дома оказался что мы игоря с клавы и он нормально все у них как у вас дела с лизой прекрасно на микрофон по ним ушла относить видимо что-то на ужин приготовить вот да тут тут тяжеловато первая неделя первая неделя была для меня очень тяжелый потому что это вообще не моя сфера деятельности и я постоянно был под камерами и волновался вот и я они там некоторые играют а я прям жизненно это все ощущал и очень пытался сдерживать гнев внутри себя чтобы не сорваться если я сорвался бы я бы просто убивал бы наверное до последнего а я не хочу драться я очень много дрался до 20 лет и было не очень хорошо и в полиции был и почти до суда доходила я поэтому не хочу кот лизы спит со мной съемки сейчас не идут что увидел победил да это чисто мой девиз как бы я всегда так сделал что пришел три дня прошло объявил нас лизой парой и собственно завоевывает девочку вот что за слухи встречи лишь лизы и лёша за периметром до случайно они пересеклись там лёша был в компании ребят которые с поляны вот а лиза была с подругой но они там минут пять постояли в этой компании все свои все домовские ну и после этого пошел слушок ничего страшного там не было лиза сразу поехала домой ко мне да я думаете на доме 2 остановлюсь то есть я здесь как бы не буду не буду как многие по пять лет сидеть по 10 лет зачем она мне нужно то есть это определенный старт вот определенный старт запрос вот я по военной сфере идти не могу я в армии не служил я в армии не служил я был в частной военной компании я конечно же могу вот сейчас в феврале уйти отсюда и уйти снова вагнера но я не хочу лизочки сейчас нету к сожалению она сейчас по скоро придет она ужин готовит веронику я не видел я до этого проект не смотрел так вы живете в комнате где ника жила с сыном не знаю где ника жила с сыном я живу в первой комнате сейчас лизой вместе игнорируешь вопросы про кристину не игнорирую как бы нейтральное отношение к кристине ну симпатичная девочка ничего больше как мама отнеслась они вообще очень они лучшие подруги вот прям очень классно общаются мы даже вот недавно в гости приехали к ней поэтому все хорошо у вас мама очень красивая женщина вообще прекрасная как бы кто там хочет на вот вот нечего запрашивать к скольки думаешь будешь готов детям хороший вопрос на самом деле я уже готов я смогу дать правильное воспитание с принципами и нормами как какими-то своим детям вот поэтому ты сделали предложение я не могу этого сказать смотрите в эфире мне нельзя сам он общается с вероникой этого сказать не знаю не могу я не знаю вот по саймону не спрашивал какие у тебя взаимоотношения с мамой лизы все хорошо я все настроил то есть правильно расставил границы объяснил какие моменты меня но мне нужны то есть чтобы она где-то касалась я влюблен в лизу и влюбился в лизу я люблю лизу все я я говорю четко полюбил а я полюбил этого человека все прям по уши то есть я не знаю как это получается у многих там не знаю любовь просыпается через полгода у кого-то там через десятилетия а у меня вот не знаю тут прошло три недели я полюбил этого человека ну вот прям не могу без нее я постоянно думаю о ней я постоянно да да вот так бывает ребят вот так бывает знаете с кем из ребят лучше всего общаешься на проекте с лизой как думаешь почему папа не боятся брать ответственность за девушку по не встречаться пробовать да потому что с иконы нужно быть как ты знаешь мужество включать в себе они какую-то тряпку то есть если тебе понравилась девушка пошел увидел и забрал ее себе вот и все да немножко есть ревность у меня о беларусь привет о чем или на не понравилось но смотрите когда я пришел на проект вы видели наверное эфир мы только зашли на кухню она садится к лёшке на руки безусу что-то там как-то говорит исполняет потом мы с ней лично в комнату пришли на самом деле мне это все не понравилось вот эта вот тема какая настоящая это было все спланировано плане того что у нас пятницу хотели слить но у меня но я просто не знал этого даже кому на проекте хотелось бы набить морду многим же нельзя но сейчас на данный момент никому в целом был определенный момент когда держался сейчас на доме 2 запрещены драки и собственно мне нравится андрюха ведущих военный человек мы с ним хорошо пообщались вот и собственно вот андрюха мне больше всех нравится классный мужик дом 2 нужно грязь нужно грязь и нужны романтические моменты красивые моменты вот когда знаешь это пей ну вот так вот как чаша весов как весы вот так вот перевешивают грязь романтика любовь грязь романтика любовь вот у нас получается слезы романтика любовь а у кого-то там грязь какая-то и это прекрасно смотреть кристина бухенбаут и она одна она низким пока что и ничего ни с кем не строят ну зато сейчас красиво красота на улице сейчас покажу вам там темно конечно у нас все очень так снежно все заметает не просим вот я просто объяснил то что это мое видение мира но то что если мужчина поднимает руку на женщину того это неправильно и я считаю что вот мужики которые вот так вот делают это вот такие вот поэтому я сказал то что я сказал не обессудь то что я сказал это никогда тебя не было если бы ты там был я бы тоже это сказал просто я не всех ребят еще знал лично может быть такое что парень боится брать ответственность из-за того что внутри может бояться что вдруг понравится другая просто интересное мужское мнение если парень готов к серьезным отношениям то он в любом случае возьмет ответственность и будет с этой девушкой поэтому ты говорил ответишь слова на логом про игоря ты подошел лишь извинился я сказал что кто не прав только в том что не сказал это лично в глаза все остальное сказала это мое видение то есть я именно так вижу это поэтому ну извините ребят те кто я вот никогда в жизни не поднимал руку на девушку никогда я не могу себе позволить я если прям на крайней агрессии я не знаю кулаком по двери ударю понимаете куда-нибудь уйду на улицу по психу и пару там но девушку девушку я никогда в жизни не ударю потому что это для меня очень низко мать это некрасиво это низко можете сказать когда выходит эфиры какая разница смотри этим 7 дней происходит съемки и и только вот допустим если в понедельник с ним съемки были только этот понедельник в следующий понедельник показывают то есть вам мои события которые сейчас происходят а вы смотрите на неделю позже на неделю назад понимаете вот то что сегодня мы снимаем вы увидите только через семь дней мама у меня умничка но свое воспитание она моим не воспитание вложила до 14 лет дальше моя жизнь была очень сложная я был одиночкой мне пришлось бороться очень многими моментами допустим я вам расскажу небольшую историю я родом вообще есть под хабаровском а поселок троицкая я оттуда там живу жил там население 4000 человек собственно одна школа там два садика но не суть короче маленький поселок мы жили в частном доме в пятнадцать лет я переехал жить в хабаровск после девятого класса начал учиться в техникуме учился в техникуме занимался профессиональным боксом потом занимался и мама и еще работать успевал и каждое утро по десять километров бегом ну как бы вот так вот крутился как белка в колесе было очень тяжело было очень тяжело собственно я сам себя пытался вот как-то воспитать меня прям стержень это то что я занимался постоянно спортом и мне это нравилось то есть меня постоянно тянуло на спор не то что мне как-то кто-то что-то заставлял типа иди делай 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 у меня внутри это было я сам себя заставлял и собственно потом у меня российские соревнования были краевые соревнования я постоянно где-то что-то ездил 18 лет я это я сейчас на улице просто надел она просто очень теплая хорошая и я на улице надел сегодня я был в костюме там у меня в телеграм-канале если вы не видели там я выложу немножко а или вот в истории об этом было собственно в 18 лет я стал фитнес-тренером я отучился на фитнес-тренера начал работать фитнес-тренером тренировать все прекрасно все хорошо в 19 лет я переехал жить в москву в 19 лет я жил в москве потом получается ну мы вместе с девушкой переехали с моей бывшей мы вместе купили квартиру там жили все хорошо все прекрасно потом она мне изменила мы расстались я ушел на войну и потом вернулся боролся с кучей своих эмоций с птср и все прочее вот и сейчас как бы я вот такая вот личность такого человека был очень тяжелый путь я просто рассказал сейчас вкратце быстренько но вот такой путь у меня был да а еще пью гадость банки видео кто-то писал сколько лет ну напишите сколько мне лет как думаете всегда дают очень много на такие вопросы я не буду отвечать по военной тематике я уже немножко рассказал но более подробную информацию не буду отвечать да мне 20 24 мне мне 24 года я родился 9 декабря 1999 года 0 9 и 12 и 999 я ребенок еще 90 до настроение хорошее только я немножко уставший настроение хороший немножко прям чуть-чуть подустал вот они к здорово привет ник помимо или нет кому вы еще пригляделись в начале никому никто не понравился кроме лиза лиза чувствуете я прекрасно выздоровел полностью 15 числа я вам скажу следующее когда я вот был там первыми месяц было страшно дальше ты просто свыкаешься этой мысли то что ну в любой момент все любой момент все и страха в реальности нет страх это как-то плод твоего воображения он заставляет тебя бояться того чего нет и вероятно не будет никогда то есть этот страх можно отключить ты ты не будешь ничего бояться в этой жизни ну это твои фантазии понимаете поэтому я первый месяц как-то боялся а потом уже у меня как-то страх пропал совсем страх пропал и я единственное чего боюсь это если кто-то заденет моих родных и близких вот заселились кто там собрал пался ко мне на проект не надо не надо серьезно это будет это будет мясорубка я не хочу насчет пригожина я не знаю честно честно могу честно скажу никто не знает может быть знают из высших командиров кто-то но эта информация нам неизвестно на самом деле нет я бы никогда больше не пошел мне одного раз за в жизни хватило мне повезло моим ребятам некоторым не повезло поэтому больше не пошел бы тут нас это опыт один раз жизни мне достаточно этого опыта да 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 поэтому не пошел бы вот одного раза хватило бы сюда прилетела в черепе немножко застряла это вытащили вот кровь чуть-чуть полилась вот так вот вот он и все и жив-здоров саша ты мне скажи каковара в комнате мы с ним с жили с сыном хорошая комната тут главное то что гардеробная большая потому что у лизы тут вещей херова тучи тут даже мою вещь чем не помещается при и поэтому мне выделили вон тот шкафчик для вещей и все кем-то не работать за периметром у меня много всего есть интересного я хочу открыть свой салон ты хочешь детей кого ну да два сыночка и лапочка дочка это моя мечта у кого-то псих ломает они они дух укрепляют разные если по этому поводу но для меня война она меня дух мне дух закалила как-то я духом окреп я перестал драться по разным поводам если там кто-то лает в мою сторону ну пусть лает я всегда придерживаюсь такого правила что невозможно оскорбить человека можно только оскорбиться то есть это по факту твое твое восприятие на вот эти оскорбления если ты воспринимаешь эти оскорбления близко к сердцу но это уже в тебе проблема не в том человеке это говорит ты сообщает с твоей мамой да прекрасно общается на самом деле они очень хорошо подружились саш привет хочу сказать ты очень достойный симпатичный мужчина лизе с таким мужчиной очень провозил крепких вам решение искренне любви берегите друг друга спасибо большое кто вы по национальностями да я чеченец шучу шучу ну вообще получается если по отца линии у нас были в роду донские казаки вот потом по маминой линии там были русские прям русские русские по маминой линии дед вот мой дед который у него отец вообще чеченец получается моя прабабушка она была русская то есть чеченец и русский ну короче большая там вообще смесь фу вообще всего всего вот для меня неважно чтобы родители одобрили я сам я сам решаю я взрослый человек и я живу для себя вот и только мое одобрение для меня важно поэтому мама мама моя она может ей позвонить поболтать с ней без меня вообще и все конечно конечно у меня же здесь своя квартира в москве будем жить я планирую концу года открыть салон красоты хочу чтобы там работала мама управляет вот мне будет свой салон красоты с кабинетами массажа с кабинетами там чтобы ресницы делали маникюр всякую хрень вашу девичью вот чтобы это все было какая ты красивая ты мне еще творожок сырочек спасибо да там старик скучает бедная такой думаю я там он очень спрашивали как лиза привет после съемки отключается еще сырочек ложечки я тоже до съемки закончились еще пол десятого уже 11 секс был у вас слушай если был секс может не два раза не было ничего у нас есть условия что у нас ничего такого не будет после свадьбы нифига до свадьбы еще дожить надо вдруг меня друг меня собьют собственно этот человек так привыкают говорить я иногда тоже матерюсь тогда зачем ты материшься но говорят саша вообще не матерится а ты материшься как сапожник нифига себе сфигали я сапожник ты жмешь сапожником хочешь так сказать я сапожником долго тебе терпеть придется я по твоему сапожник что-то ты как-то неискренне целуешь меня то есть я не сапожница я неискренне и еще используешь меня используешь я коварная гены мои используешь она мои гены забирает она хочет чтобы у нее дети высокие были потом меня бросит и все ну че он ты саш ну ё-моё ай ахахаха ты хорошенькая ты хорошенькая ты красивая не мне просто интересно на сколько я похудела сегодня с кем я воевал с вами я воевал родные мои да а у тебя сколько на эфире человек обычно бывает не помнишь побольше но я редко люблю поэтому еще если в начале у меня сейчас стабильно 60 человек лиза береги его пишет понимаешь тебе надо беречь меня любить кормить и никогда не бросать не отпускать ты же знаешь что у меня сегодня на это слово триггер какое какое види себя там подожди там дети есть интересных сейчас похоже на актрису элен роли из фильма элен и ребята 90 примерно лиза было после меня лиза ты курсишь что ты с чеченцем встречаешься ну не читай всякую хрень я не запорнился я не запорнился лиза вернется как позовет вернется вернется она вернется она вернется она мне ночью заменяет солнце она вернется знаешь в чем буду сейчас смотреть на то какая я уставшая какая я уставшая и короче что плохо реагирую как-то не реагирую я буду писать ты неискренняя ты вообще ты мразь как ты живешь с мразью подожди ты упадешь сейчас да у меня ухаживает что ты чувствуешь я обычно ухаживаю ой какая ты неискренняя кошмара как ты можешь жить со мной кошмар 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 да что ой блин да что меня бесит что мы ведем эфир потому что нельзя вести я конечно горжусь нормально все я не людей убивал а террористов да блин ну хрэ ну ё-моё ну там вопросы дают не надо читать все вопросы сколько раз ты лизка тебя переиграет в чем ай-яй-яй в прятки или в догонявке переиграешь да блокирули за тех кто негативе давай-ка вот эту вот бабу я никого не блокирую просто блядь я сейчас вот эту бабу заблокирую бам просто бам все ушла ну хватит просто отвечать на всякую чухню да ну хватит писать всякую чухню а на хрена да все все нормально нормально мы это я заблокировал только что все нормально вы класс классная пара спасибо вы классная пара да мы уставшая пара мы уставшая тихо тихо ну блин ну ладно я не знаю я не знаю не знаю я не знаю что это такой человек то что я тебе вроде объяснял уже правила в этой жизни ты главный слышишь правила в этой жизни ты главный, ты мужчина в семье, ты главный у тебя голова, женщина шея не забыл сегодняшнее упражнение Лиза, ты уже любишь? а это вы узнаете через неделю в эфире смотрите на телеканале Ю и в платформе ОКО ты достала, я тебе сказала, эфира нет какая ты красивая, боже, вообще невероятно понимаете, я вот просыпаюсь, смотрю на нее знаете, всегда интересно, секс и пацаны живут так как? там, знаете, не до этого, вообще не до этого то есть желание именно секса происходит, когда мирно и спокойно а там не до этого, поверьте ну, задают вопросы люди да хватит, мне надо отвечать так иди в душ, все, нет, так вот все, 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 еще и уроните меня, все слышишь, я все, я пришла, кто я? ты милая зайка, все, 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 прости, пожалуйста да, я все слежу, нормально это я про себя сказал да, я сказал, что я неадекват да, у нее не получится подмять ее под себя как бы не старалась никак потому что, что? это будет плохой эфир, прямой эфир, когда Лиза уставшая когда Лиза злая Лиза уставшая опять потом будут писать Лиза, сука Лиза, мразь да, тут знаешь, ничего не пишет плохого тут пишет только хорошее даже я еще не знаю ну ты, блин ты достал мне еще эфиры смотреть через неделю я только тогда узнаю она сама ничего не знает я только все знаю да, вообще, капец я сама в таком живу о, прикольный вопрос Лиза, ты замечаешь, как меняешься рядом с ним? да, меня есть какую сторону? лучшую сторону она реально стала вообще классной девкой я и была вообще классной ты вообще стала еще класснее девкой уровень прокачался как ты меня пару лет назад помогал? я сказал про себя, я очень неадекват да, все, ты обезюлька моя ну, все, я пошла нет, я пошла нет, я пошла ты что такая обидчивая? да потому что я устала себе, блядь да ты, блин, я очень боюсь, чтобы ты мне пальцы эти каблоками не придал да я пошутил, что я чеченец какой я чеченец да, блядь, да, блин про мою национальность спрашивают ты что, что блинкаешь? у меня просто брадед чеченец при чем тут это вообще? за что ты меня бесит? ты меня тоже ну, я ж тебя люблю что ты хочешь написать сообщение мне? ладно, я эфир закрываю спасибо я не тяну Um насколько ты думаешь